Сделать элементарные дешевые пробойники, чтобы попробовать. Эти вопросы задают те, кто занимается рисковкой, маляркой уже давно и хотят освоить это дело, но покупать за дорого инструмент и пробовать, естественно, никто не хочет, а в интернете цены довольно-таки кусачие, посмотрим на одном из сайтов, интернет-магазинов, пробойники 600, 500, 900, 900, 3500, ну и так далее, то есть цены довольно-таки кусючие, и людям, чтобы попробовать тратить такие деньги, по меньшей мере, неразумные. Вот есть выход или нет выхода, вот мне задали такой вопрос, я снял элементарный ответ на ваш вопрос. Да, можно сделать. К вопросу о пробойниках. Вот пробойник элементарный можно сделать, дешевый вариант. Отломаются, выбрасываются антенны. Вот такие вот, на машинах они стоят. Вот, берешь антенну, здесь зашкуриваешь, полируешь наконечник, и вот тебе готовый пробойник. Не фирма, конечно, но для начала пойдет. Второй вопрос, вот отверточка. 150 рублей стоит. Это к тому, что можно вот так ее срезать, кончик заполировать, и получится по типу, как вот, тоже самодельный пробойничек металлический. То есть, если не хватает жесткости вот такого пробойника, можно сделать для осадки металлический. Но очень тщательно заполировать кончик, и смотреть, чтобы бить аккуратно. Вот. Для начала можно обойтись вот таким вариантом, который стоит там порядка 150-200 рублей обойдется. А потом уже определиться и купить то, что вам надо. И работать. Все, удачи, пока-пока. Вот он пробойничек, так сказать. Уже готовый. Работает неплохо, но надо быть аккуратными. Держать его удобно и бить по нему, он как бы, эта фигня крутится на нем, эта отвертка. Неплохой пробойник за 150 рублей получился. Чуть не упал.